Ты ничтожество, ты ничего не добьёшься в жизни, и однажды ты умрёшь. Не забудьте нажать лайк, оставить коммент и подписаться. Сонность от... Прекрасное начало. Это сложная штука, иногда в ней есть, смысл иногда нет. Бургер в Макдональдс? Эй, довольно дёшево. А, мы обедаем в Five Guys? Чёрт, какой дорогой бургер, ну да ладно. Попкорн дома? Дешёвый перекус. Попкорн в кино? Хорошо, только вторую закладную возьму. Вот подставка для монитора, 100 баксов. О, она от фруктовой компании? Тысяча баксов. Должен ли JPEG обезьяны... О, да. Бренд это такая штука. ...стоит сотни тысяч долларов. Только если ваш IQ меньше, чем у обезьяны. Но все мы можем согласиться, что одну вещь невозможно оценить. Это жизнь. Или можно. Музыка из весос. Все мы видели в фильмах и аниме сцены, где герой читает банальные нравоучения, типа... Ну, на жизни нельзя назначить цену, потому что все человеческие жизни бесценны. И впервые услышав это в детстве, я подумал, ну я нищий, и мои друзья нищие, нищий плюс нищий все равно равняется нищий. Ну, по факту, да. Для тебя твоя жизнь бесценна. Скорее вот это... Это вот скорее вот так, как я сказал. А для власти и богатства имущих ты всего лишь циферка в статистике. Да, все зависит от человека. Непосредственно для тебя, непосредственно твоя жизнь будет бесценна. Не факт, что даже жизнь твоих близких будет для тебя так же бесценна, как твоя. А для незнакомых людей твоя жизнь уж вообще может не стоить и копейки. Так что... Да, формально, вы правы. Но что если... Весь твой вклад, прошлое, настоящее и будущее, твое счастье, твое влияние, все, чего ты стоишь как человек, можно было бы свести к денежной стоимости? Что бы вы сделали? Продали бы, оставили бы, захотели бы вообще знать сумму? И что самое важное? Ее выдают примагемами? Именно об этом ты... А, ну ладно, окей, продаю. Шучу, если что. Три дня счастья, или я распродал свою жизнь по 10 тысяч йен в год. Это одна из самых впечатляющих коротких манг, что я читал. И я расскажу, почему и вам следует ее прочитать. Кусуноки, 20-летний парень, страдающий от смертельной болезни. Безденежья. Прозябая на тупик... Бля. Я сначала хотел сказать, испугал, а потом такой, бля. Ну так-то да, если у Бэтмена есть суперспособность, то для нас это смертельная болезнь. Да. В тупиковой работе он однажды продает свои вещи, чтобы выручить немного, и слышит о месте, где можно получить денег. Магазин, где купят часть жизни, время или здоровье за наличные. И несмотря на скепсис, он, ну, в отчаянии и решает попробовать. Ведь наверняка жизнь стоит хороших денег. Сколько за нее дадут? Миллион йен за год? Три миллиона йен за все? Может, три миллиарда триста тысяч? За год? Нет. Триста тысяч йен за всю его оставшуюся жизнь. Для поедающих гамбургеры, вооруженных до зубов американцев, это приблизительно три тысячи долларов за всю его жизнь. Эм, что-то как-то мало. Ну да. Очень. Это примерно тысяча хэппи милов, 50 копий Horizon Запретный Запад, или одна пятизвездочная Fate Grand Order. Можно мне одну копию запрещенного Запада? Узнав, что ему осталось 30 лет и три месяца, он решает распродать почти все из них под 10 тысяч йен за каждый отведенный ему год. Чё? Распродать потечное Fate Grand Order. Узнав, что ему осталось 30 лет и три месяца, он решает распродать почти все из них под 10 тысяч йен за каждый отведенный ему год. Ему остается три месяца, чтобы их потратить. Конечно, если сказать человеку, сколько ему осталось, он может сотворить безумную дичь, чтобы уйти красиво. Например, сыграть в GTA IRL, или же потратить стоимость своей жизни на Genshin. В избежание этого ему дают наблюдателя. В его случае это продавщица, которой он продал жизнь. Девушка Мияги составит ему компанию в последние дни. Если вы не поняли по завязке, три дня счастья, интерспективная история о ценности жизни, о том, как лучше провести время на земле, и что значит обогащать свою жизнь. Мне интересно, ну вот он типа продал, а чё там, как там, куда оно пойдёт, или в каком смысле продал? Это если, допустим, как в том же фильме «Время», где время... Мне кажется, тут-то не будет особо объясняться. Возможно. Манга-то короткая, и она не на этом завязана. Ну а стандартной экзистенциальной фигне, накрывающей, когда забываешь телефон перед походом в туалет, и осознаешь, что придётся облегчаться без него. Изначально это роман «Три дня счастья», адаптированный в мангу, и я распродал свою жизнь по 10 тысяч йен в год. Эта революционная адаптация вышла на новые рубежи, получив название длиннее, чем у Ронабе первоисточника. Твоя... Как так-то? Я буду называть её «Три дня счастья» до конца видео, потому что это... Об это язык сломать можно. Манга относительно короткая. Фанаты Джоджо такие «Что? В смысле, да?» Но она знает, что хочет донести, так что мы имеем лаконичную и бьющую в точку историю. Ведь как вообще рассчитать стоимость человека? Исключительно по их вкладу в общество, по счастью в их жизни, или их влиянии на счастье окружающих, по текущим достижениям или будущему потенциалу? О таких вещах обычно не думаешь, и чем больше о них задумываешься, тем безрадостнее. И как такому, как Кусуноке, осмыслить, что его жизнь стоит так мало, и после продажи у него есть ограниченное время, чтобы смириться за всеми сожалениями и понять, как лучше провести свои оставшиеся дни? Это мучительно жизненная история, и не обязательно потому, что она про парня, пытающегося понять, чего он хочет достичь в жизни. Верно, ребята? Хе-хе-хе. А потому что мы с вами наблюдаем путь совершенно потерянной души. Но у него явно проблемы. Обычный человек не стал бы продавать свою жизнь. Ради того, чтобы заработать. Его жизнь настолько безрадостная и не наполнена смыслом и событиями, что он решает с помощью таких небольших, так сказать, относительно денежных средств какие-то дни наполнить этим смыслом и этими событиями и плевать уже на всю оставшуюся жизнь, если она будет такой же бессмысленной и такой же серой. И такой же... Вот я о том же, что он просто ищет легкий... Господи, как сказать, безнадежный, как есть сейчас. Ну да. А самый главный, как по мне, смысл в том, что он, типа, решил пойти легким путем и не пытаться добиться чего-то и как-то совершенствоваться и заработать денег. Но у него не было вариантов какого-то пути. Потому что абсолютно бедные люди не имеют таких вариантов. Всегда у людей есть варианты. Только быть чуть более бедным или чуть менее бедным. Ну, хрен его знает. Варианты есть всегда. Их надо только пробовать. И что-то делать, а не опускать руки. Как по мне. Не, понятно, конечно, бывает, что прям совсем безвыходные варианты. Но обычно у здорового человека есть варианты зарабатывать хотя бы среднюю зарплату и как-то жить более или менее. Ну, если учитывая то, что он потерянная душа. Ну да, я же говорю. Если бы это было так, не было бы людей, которые работают уборщицами за копейки. Например. В принципе, да. С этим тоже всем сложно. Опять же, а если ты женщина, еще сложнее? По крайней мере, у нас в стране. Я не хочу предполагать, на каком вы сейчас этапе жизни, но любой, кому было или сейчас около 20, знает, что тогда трудно не чувствовать себя потерянным. Погодите, то есть мы 18 лет проходили туториал по Майнкрафту, а теперь вы хотите, чтобы я прошел ебаный Элден Ринг без смертей? Блядь, я до сих пор шучу про пердёж и угораю с вонючкой какашкой, но я должен выбрать себе карьеру, сам отвечать за свою жизнь и платить налоги? Что за хуйня? О да. Одним прекрасным утром тебя бросают в совершенно новый мир, и ты должен уметь быть взрослым, знать, по какому жизненному пути пойти, и это приводит в ужас. Некоторые из нас, пройдя испытания огнём, берут свою жизнь под контроль, побеждают босса и двигаются в устраивающем их направлении, а некоторые... застревают на месте. И именно так произошло с нашим главным героем. У Кусунуки были цели, был талант, были амбиции, но в какой-то момент он свернул к саморазрушительной, бессмысленной жизни. Он закрылся от всех, несознательно причинил боль близким людям и, к сожалению, слишком поздно понял, что его пик пришёлся на 10 лет. Чем больше он размышляет о жизни, тем больше своих ошибок замечает, и общение с наблюдателем, Мияги, помогает ему объективно взглянуть на вещи. Она не менее потерянная, однако в другом смысле. Это отстранённая девушка, что не редкость на её работе, и медленно, но верно их сближает общее чувство бесцельности. Но в итоге больнее всего из-за того, что его жизнь стоит так мало из-за него самого. Не было никакого большого события, сбившего его с пути, некого винить в том, до чего он дошёл. Он сам последовательно довёл себя до такого своими действиями или же бездействием. Короче, тупо сам всё просрал. Ну, так часто и бывает. Мы сами кузнецы своего счастья. Не, бывает, конечно, что несправедливо обошлось всё, и тебя обманули, и ты наивно повёлся. Ну, так же очень часто бывает, что люди просто сами пришли к тому, кем они есть и как они считаются. Как говорится, вспоминая одного... Кем они есть и как они считаются. Кем они являются, я хотел сказать, да? Мой мозг всё. Мой мозг всё. Кто они есть и кем они являются. Вспоминаем одного работника, который работает у нас в организации, который говорит, что я сам всё, я сам это, я сам то, я сам всё, я там работал и тут работал. А по факту нихера они нормально... У них нихера нормально не было, и были, может быть, средние деньги, пока у него жена не устроилась и не зарабатывала много на организации. И потом подтянуло его туда же. Но, тем не менее, он сам всё. Да. Женился удачно. Я могу о себе сказать, что я делал всё сам. В своей работе, в своих устройствах, переходах и в своём творчестве. Над всем работал я сам, и мне никто с этим особо не помогал. Это мрачный и неприятный взгляд на вещи, но история использует его для чудесного погружения в тему самореализации, счастья и поиска настоящего богатства в жизни. Продажа жизни заставляет Кусуноке постепенно найти в ней цель. Он достигает нижней точки, использует её как опору и выкарабкивается обратно. Он находит смысл в жизни, не имевший смысл. За три месяца живёт больше, чем жил бы за 30 лет. Приносит окружающим... Так, я думаю, я ещё вспомнил, что часто бедные люди... Считаю, что они вполне не бедные, что они живут нормально. Вспоминаю опять же людей с работы. А ещё хорошо они жили, нечего иначе. Ну да. Чем больше счастья, чем за предыдущую пустую жизнь. И наблюдать за происходящим ни много ни мало поразительно. И я считаю, как можно больше людей должны получить возможность это испытать. История не отвечает на вопрос, как определить сцену человека. А только напоминает о существовании этого вопроса. И заканчивается она одним из прекраснейших жизненных посланий, что я видел в манге. Иногда встречаются истории, меняющие твой взгляд на что-то. Или чьё послание запоминается сильнее, чем то, с чем сталкиваешься в реальной жизни. Постеры с вдохновляющими цитатами, тиктоки с ободряющими речами, трогательные видео с заставляющими задуматься уроками. Не знаю, может это из-за воздействия интернета и медиа, но когда я вижу, как читают наставления, даже если я полностью с ними согласен, это не всегда на меня действует. Если я увижу ещё один мотивирующий ролик с шаком, я разорву свой собственный чек пополам. Ну блин... Во-первых, у всех разное восприятие, во-вторых, не каждый ролик на тебя обязан действовать мотивирующий. Кого-то мотивирует одно, а кого-то мотивирует другое. Кого мотивирует одно, может другого выбешивать в край. Меня мотивирует на творчество, собственно, которое я вижу. Я хочу вернуться к тому творчеству, которым я занимаюсь, когда я вижу, как у людей получается. Думаю, у меня тоже получится, я тоже хочу вот эту и вот эту идею воплотить. Что меня никогда не мотивирует, это речи. Во-первых, речи чужих людей, потому что они обычно не попадают в цель слишком абстрактно, чтобы узнать, ты знаешь вообще, кто я такая, чтобы ты смог меня замотивировать. А речи близких людей меня не мотивирует, потому что у меня очень низкая самооценка, и я считаю, что мне просто хотят полистить, потому что я булочка. А не потому, что у меня есть какой-то талант. Так-то ты булочка. Так что мотивация, да, это не для всех рабочие приколы, но и гнобить никого нельзя. И насчёт гнобления, для кого-то это работает, кстати, как мотивация, когда говорят, вот ты жирный там, типа ты толстый, смотри, какой брюхо отрастил, давай иди худей, занимайся в зал. А для кого-то это будет просто шагом в пропасть уныние. Ну да. Я же говорю, так-то ты булочка, но в принципе способная булочка. Ну я же тебе говорю честно, что иногда у твоих кукол косоглазие, иногда нет. Ну ты говорил насчёт того, что тебе никто не помогал, ты всё сделал сам единственный человек, который имеет какое-то отношение к тому, что у тебя что-то начало получаться на Ютубе, и то опосредованно это я. Ну как бы... Потому что я на тебя старалась никогда не давить, и старалась, чтобы у тебя было всегда время на то, чтобы этим заниматься. Ну да. Вначале я слишком залив в это, и это как там... У тебя ноута не было, и мы пару раз ругались из-за этого, и я чуть ли всё не бросил, но в итоге как-то всё пришло к тому, что мы вместе начали всё это делать. Если вы, когда вы уделяете своему хобби очень много времени, и ваша половинка начинает вас пилить за это, подсуньте ей хороший компьютерный пикер. Ну и вообще задумайтесь ещё над тем, что возможно вы действительно слишком много времени уделяете своему хобби, и это не очень нормально. Должно быть рациональное распределение. Як? И не удивляйтесь, что если ваша половинка захочет от вас уйти, потому что эмоциональная привязанность, она самая важная, и её надо подпитывать. И совместное времяпрепровождение, будь то что угодно, ну, исключая секс, потому что секс это само собой разумеется. Вот, и подпитывают это любые совместные действия. Вы вместе готовите, вместе гуляете, там, не знаю, вместе встречаетесь с друзьями. Вот, когда вы это производите, вы подпитываете вашу эмоциональную привязанность. А когда, извините меня, вы встречаетесь только за обеденным столом и в прихожей, чтобы сумки передать, и потом в постели, не удивляйтесь, если ваша половинка и спать-то с вами не захочет, потому что вы для неё становитесь чужим человеком. Ну, да. Видишь, эта булочка на многое способна. Ультрабулочка. Да, ну, я же говорю, вспоминай про то. Да, когда я помню, что-то, что, когда ты мне высказывала, я с этого агрился, и говорю, что мне всё бросить и прочее, но всё равно, как бы, может, не с первого раза, но с какого-то раза у меня всё равно до меня дошло, что, наверное, всё-таки, как бы, неспроста ты мне это всё так говоришь, то, что я увлёкся слишком и совсем с ушами ушёл в это всё. Ну, я, в основном, честно, просто про это говорила. Ну, да. Я не пыталась какие-то недоманипуляции и психносилия. Понятно, я же говорю, просто у меня такое восприятие, когда мне что-то говорят, я могу разлиться, а потом понять, что, блядь. Я это и не прав, хуй ты злишься, дебил? У всех так бывает, я тоже такая. Поэтому я тебя люблю. Потом поддерживала меня. Я тебя всегда поддерживаю. Нет? Отдыхай. С этим сложно. А? Иногда нужна история, которая раскроет глаза и заставит как следует задуматься. И три дня счастья стала для меня именно такой историей. Она не просто показывает саморефлексию пути другого человека, но и даёт возможность сделать то же самое для себя. И закрыв последнюю страницу, я некоторое время смотрел в потолок, чтобы просто осознать прочитанное. В ней всего 16 глав, так что я прочёл её за пару часов. Но, если честно, мало какие истории дали бы мне за эту пару часов что-то более ценное. Мы все можем задать себе вопросы... Ещё большая мотивация почитать её, то, что она маленькая, законченная. Точно, я забыла продолжить читать Пеннисмена. Это, если что, манго создать для таких скорогулей. Понимаешь, Пеннисмен длиннее, чем эта манго. Я понимаю. Дали бы мне за эту пару часов что-то более ценное. Мы все можем задать себе вопрос о цене своей жизни, независимо от вашего возраста, окружения, культуры, национальности или семьи. И уверен, ни у кого не будет одинаковых ответов. Однако, если что и остаётся неизменным для всех, так то, что на эту цену можете повлиять лишь вы сами. Стоимость вашей жизни в первую очередь зависит от вас. Денежная или нет, осязаемая и неосязаемая. Только вы в состоянии повысить эту стоимость и можете начать уже сегодня. Для этих перемен никогда не поздно. Каким бы малым, по вашему мнению, ни был ваш вклад, какой бы никчёмной вы ни считали свою жизнь, всё может полностью измениться через 10 лет, 5 лет, 2 месяца или даже завтра. И думаю, сейчас есть очень много людей, которым важно услышать эти слова. Огромное спасибо за просмотр. Поддержите нас на... Быстро. Я даже что-то это... Не заметил, так и думал ещё много. А мы просто много трындели. На эту тему. Ну, это такая тема. Спасибо за просмотр. И до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!